Деньги Ну, значит, попытаемся опять поговорить о деньгах, что это такое, зачем они нам нужны и какое общество будет в обществе, что будет в нем играться деньгами. Значит, посмотрите, какая удивительная вещь оказывается. Первоначально ситуацию все понимают, что деньги это какой-то товар, на который удобнее всего менять что-либо. Например, золотые слитки или шкоры особые, допустим. Всеобщие геоли. Да, или, например, как на зонах часто бывает, в качестве денег выступают сигареты. Или папиросы, как их можно сказать, сигареты. Универсальный товар, конечно. Да, универсальный товар. Все это очень замечательно до той поры, пока не появляются бумажные деньги. А бумажные деньги, по сути, это вера, они никаким товаром у нас не выступают и так далее. Ведь вы посмотрите, что с товарными деньгами получается какой-то недостаток очень большой. С ними проблема состоит в том, что, когда деньги появляются, деньги становятся деньгами, все стараются их начать собирать. Ведь деньги, в том числе, это способ накопления, в том числе, на весь блэдную старость. Просто от золота пошло. Раньше золото можно было накапливать. Нет, даже сигареты... Как товар, понимаешь? Любой товар, да. Любой товар. Если деньги товарные, то их начинают тоже накапливать. Берут и накапливают. И в этом результате возникает у нас недостаток денег в обращении, и у нас экономика падает. В том числе и поэтому. Только потому, что берут их и накапливают. Накапливают и берут. Вот такая вот вещь. Ну, бумажные деньги. Мы их тоже очень отлично понимаем. Чем они обусловлены? Обусловлены не только одной вещью. Веря в государство. Его репрессивный аппарат. Юридический. Вот. Поэтому и бумажные деньги... В чем неразумность? А какое неразумность? Ну, разумно иметь эквивалентность, чтобы не товар на товар менять. Правильно. Почему я, например, не могу выпустить собственные деньги, государство может? Ну, потому что должно быть... Государство вообще-то... Ты входишь же в государство. Государство имени всех ее граждан выпускает деньги. Эти замечательные деньги, про которые раньше говорил... Газаревские деньги, а теперь говорю про Итенский час. Итенский час – это городок в США, который начал выпускать собственные деньги, равные одному среднему часу. То есть, если ты стоматолог, ты можешь за час своего времени брать, скажем, три часа этого. И так далее. Там есть выгуливание собак, что-либо еще. Ему удалось договориться с кучей предпринимателей, то есть, человеку, которых выпускают, что они их принимают. Они их действительно принимают. Их 63 тысячи долларов напечатано в год на них. То есть, 63 тысячи часов. А, нет, их напечатано... У них есть отдельный курс долл на 63 тысячи долларов примерно. И у них в этой деревушке примерно на 2 миллиона оборотов ежегодно. Они очень быстро обращаются и так далее. Потому что понятно, что в них экономить деньги невозможно. И в штатах они вот таким образом как-то прижились и существуют. Я уже в прошлый раз рассказывал вам о подобном эксперименте во время Великой депрессии в Австрии. И как этот эксперимент по появлению, собственно, денег у нас сильно понял экономику. У нас где-то в Пермской крае, говорят, какой-то предприниматель точно так же напечатал эти деньги свои. Вот. И потому что у него было собственное хозяйство. А ему надо то было крышу покрыть, то еще чего. Там, поскольку денег не было, агенты, посредством которого происходил обмен, у них в деревне не было. Но если ты впечатляешь эти деньги, то агенты возникают, и благодаря ему у тебя начинает все вращаться. Ты отпускаешь человеку молока за эти деньги, а вот тебе за эти деньги он их возвращает, и за них, например, ремонтирует тебе крыльцо и так далее. Мы видим, что я уже многократно говорил по поводу того, что денег может сильно не хватать. Вообще эта ситуация удивительная, что деньги это не просто какая-то глупость, а деньги это как равноценный товар. Как говорится в Библии, если двое собрались в имя мое, то там и я. Вот здесь точно так же, если двое собрались совершить между собой в нашей экономике акт купли и продажи, то рядом с тобой стоит дух Моргана, Рокфеллера или других владельцев Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. То есть восьми банков объединенным специальным. Знаете, что в США это частные деньги, по сути, в отличие от наших государств. По-моему, сейчас на банкноте написано, что банкноты Федеральной резервной системы, а не банкноты. Да, да, да. Всякие попытки ввести собственные деньги государственные, они всякий раз заканчивались убийством президента Линкольна или Кеннеди. Но это всегда были такие ошибки. Это вот таков наш очень-очень интересный прикол. Мы видим всегда, что деньги, во-первых, необходимые, должны быть сделаны в большое количество, но… Игорь, сейчас, извините, помню, а почему без линкольн? Федеральная резервная система США возникла в 1913 году? Да, но частные деньги на тот момент уже были частными деньгами, они не были государственными. У него до сих пор находится, это линкольнский доллар, который попросил во время гражданской войны кредит от большого участка в долларах частных банкиров. Они ему отказались, чтобы кредит выдать. Тогда были запечатаны деньги, специальные линкольнские доллары, у которых одна страна была другого цвета. Они до сих пор существуют обращения. Потом Линкольн был убит, и эта ситуация остановилась. В громадном количестве были запечатаны. Линкольн считает, что убил фанатик окружением, конечно. Банкира здесь ни при чем. Но и Кеннеди тоже убил оспокой, да и банкира здесь ни при чем. А он пытался совершить реформу таким образом, что казначейство США собиралось печатать эти деньги. Но мы видим в настоящий момент, что наша борьба любого человека происходит по пути борьбы с монополизацией каких-либо сфер жизни. Ну, например, право распространять реинформацию. Любой может пойти на тот трекер, спокойно ее скачать, какую-то книжку, эту или что-либо еще. Везде свобода как бы, конкуренция. Мы видим, что если у нас появляются какие-то частные деньги, то этот кусочек мира спокойно расцветает. Да? Вот как это в стрессовой деревушке, то есть что-либо еще. Мы все это видим и все сделаем. Спрашиваются в задаче, что и как может выступать. И мы видим, что в качестве денег может выступать все, что угодно. Это не какой товар, а это просто договоренность между свободными агентами рынка. Любой агент может его сделать. И легко догадаться тогда, я делаю такую гипотезу, что частные деньги в нашей стране получат уже через ближайшее время в других странах широчайшее распространение. Что же будет этими частными деньгами? Ответ однозначно. Это будут игровые деньги. Почему? Есть же деньги. Вебмани есть. Яндекс. Деньги есть. Яндекс. Деньги и вебмани – это деньги, доллары, рубли. Нет. Они как бы эквивалентны. Доллары, рубля, мы еще еще хотели. А на самом деле, внутри системы – это просто электронные деньги. Яндекс. Деньги теоретически могут их качать сколько он столько захочет. Нет, я тут… Это тоже немножко не так, потому что… Это значит не так, потому что у тебя деньги настоящий момент являются записями на счет в компьютере. Это не мешает им быть деньгами вот тем самым. Я все понимаю. Но Яндекс. Может теоретически на свой счет… Угодно деньги написать просто цифру и все. Никто об этом никогда не узнает. На самом деле, не может. Ну, как не может? Ну, а как? Игровые деньги как возникнут? Ну, точно так же… Игровые деньги точно так же возникнут. Точно так же они обмениваются по некому курсу на игровые деньги. Да, да, да. Все то же самое. Притом у Яндекса деньги, как и в банках – это деньги настоящие, наши деньги? Нет. Точно так же деньги такие же, как и игровые. Нет. Это то, что ты играешь в Варкрафт и тебе надо прокачать с того снова персонажа. В Варкрафт играешь, чтобы у тебя было больше брони. Тебе хочется, чтобы у тебя стало больше брони. Ты можешь сделать двумя способами. Ты можешь эти деньги заработать путем щелканья мышкой и многочасового ухождения в этом самом Варкрафте. А можешь ты деньги в настоящий момент купить за наши родные американские доллары, допустим. А еще можешь, чтобы у тебя в экономике в этой стране существуют внутренние деньги, которые обладают плавающим курсом по отношению к доллару, рублю, чего-либо еще. Но ты пока в ней пребываешь в этой стране, скажем, у тебя миллион человек у тебя играет, и миллион человек у тебя, значит, пользуются этими самыми деньгами, которые являются орками. На сегодняшний день говорят, что миллионы человек в Юго-Восточной Азии зарабатывают на жизнь именно тем, что играют в играх. Они играют в играх, создают себе прокачанного персонажа с броней и всякими случаями, а потом продают его за деньги, за наши американские доллары. Продают его простыми игроками The Rocker. Они берут и... Девятый уровень порядка двух тысяч долларов стоит. Не знаю, это где как? А где это какой-то играет? Варкрафт. А, это варкрафты, да? Ну вот, видишь, такая штука. Это варкрафт, это необязательно образец. Но очень важно, что те внутренние деньги не должны, как таковые, они работают в игре, они могут обладать плавающим курсом по отношению к таким деньгам нашим земным. Как обычным, к человеческим, то есть к рублям, что-либо еще. Таким образом они выступают в качестве самостоятельной валюты по отношению, ну, таким, как у нас рубль и иена, допустим. Рубль и иена, это самостоятельные валюты, хотя и привязаны каким-то образом к доллару Соединенных Штатов Америки. Ну вот, они выступают в качестве этого. И совершенно легко понять, что точно так же, как благодаря торрент-трекерам не удается контролировать выпуск распространения информации, точно так же, по всей видимости, будет невозможно контролировать присутствие игровых денег у тебя в сотовом телефоне. Ты пришел, и ты за суши в кафе можешь заплатить с какими-то специфическими вахраторскими деньгами. Так суть этой проблемы состоит из-за того, что те, кто люди, кто не играет в игры, как это ты распространяешь игровые деньги на все остальные деньги? А вот так я распространяю, потому что бумажные деньги, они работают только насчет конвенциональности. Если человек готов их принимать в качестве агента между вашими сделками, они всего лишь агенты. А как литонские деньги? А как все остальные деньги? Я все понимаю, просто это игровые деньги, это частный случай. Ты просто и речь идешь о неких локальных деньгах. Они не локальные. Есть система Варкрафта, это одна система денег. Есть система там, скажем, Яндекс.Деньги. Нет, Яндекс не при чем. Сфера, допустим. Почему не при чем, я не понимаю. Потому что Яндекс.Деньги это система, которая работает с обычными нашими деньгами. Ну она точно так же и твоя же система может быть конвертирована на обычные деньги. Может, но она не означает, что она с ними работает. Она работает с своими деньгами. Это уже частности. Вся логика состоит в том, что есть какие-то системы локальные, в каких создаются локальные деньги. И они как-то соотносятся с деньгами глобальными. А парадокс будет состоять, что вот эти локальные игровые деньги... Они игровые. Игровые это частности. Ну, а я говорю, что именно игровые. Ну а что, это получается все, кто работает, должны тоже будут играть, что ли в Варкрафте деньги зарабатывают? Да, а не важно какая... То есть специально нанимать работника, который будет зарабатывать в Варкрафте... Не важно. Не важно. В чем здесь они в Варкрафте будут зарабатывать деньги? Они просто могут продать, например, суши в своем ресторане и получить за это Варкрафтовские деньгами оплату. Зачем? Не долларами. Потому что им удобнее будет оплачивать по каким-то вещам. С какого? С чего? Тот, кто не играет в Варкрафт, зачем ему Варкрафт? Как он будет принимать Варкрафтовские деньги? Зачем? А какая тебе разница? А бумажные деньги? Ты с ними счет собираешься делать? Бумажные деньги? Значит, если у меня есть Варкрафтовские деньги, я могу их только тому, кто этот Варкрафт признает. Ну, а если у тебя массовое дело происходит, ты же просто... Ну, где массово? Кто играет массово? Играет там какой-то 0,0,1%. Нет, уже массово. Не важно. Тебе даже достаточно какой-нибудь игры с десятью миллионами человек. Десятью миллионами человек. Тебе важно, чтобы вот эти самые штуки были введены в качестве промедуточного агента. Как за ними? Как за такими деньгами? За такой бумажной деньгами за ними тоже ничего не стоит? За долларами тоже ничего не стоит? Да, стояло. Ну, сейчас они стоят? Чего они стоят? Да что вы просите вы? А что за ними стоит, расскажите мне? Я говорю, давайте мы лектора лучше заслушаем его, не перебивая. А то так получается... Он директор, во-первых, у нас семинар. Чего-чего? Семинарство стоит за этим, да. Да, только государство стоит. То есть у тебя есть инвенциональность? Раньше стояла экономика. Считалось, что экономика и все экономики, и средства, они свищевые деньги. Раньше так было. Когда была золотая система, именно было и так. Тогда золотом обеспечили. Правильно. Как бы постепенно ушли от обеспечения. Раньше потом считалось, что экономика обеспечивает не только золотом. Сейчас как бы доллары ничем не обеспечивают. Игорь, а ты не допускаешь легкого Краха? Выпустили новую игру, и все, кто играл в Warcraft, потеряли интерес. А какая разница? А Крах, смотрите. Хочу, хочу. Хочу. Никто не купит этого персонажа. Хочу сказать. Он 9-го уровня, он 0, как мавродики. Он же у нас стоит. Это не обязательно, как и доллар. У тебя его давно отвязали от золот, но его принимают. И точно так же у тебя в Warcraft никто не играет, а варкрафтовские деньги принимают. Я понимаю, но тут как бы… Они будут глобально принимать. Глобально. А будут их принимать? Глобально. Не будут. Я же не объясняю, что не будут. А почему? Грубо говоря, выпускающий банк. То есть вот эта резервная система, она уйдет и все. Если я имею в виду, она грубо удалит, а это все. Выпускающая система, если она не будет поддерживать вот этого самого общения, то и крайне будет, но когда не уйдет. На самом деле, речь-то здесь там фактически. Это вопрос не моды. Есть фактически, есть вот не один гак. Все ходили в колесах, было модно клёш в брюнке, понимаешь? Раз на завтра, там, полгода. И вон они и забить цены. Игровые деньги, на самом деле, это деньги, фактически. Это векселя или акции, на самом деле. Которые могут стоить ноль. В том-то и прикол, что они не векселя и не акции. Смысл какой, правильно. Ведь правильно говорит Константин, что реально ведь все легко может обесцелиться. Да, а наши рубли, доллары и всякая прочая, могут обесцелиться? Я говорю, изначально. И как же оно за ними стоит? А какая радость, что за ними стоит? Самое главное, а за сигаретами что стоит? Нет. За этими... Это локальные деньги. Тоже государство стоит. За сигаретами стоит табачная зависимость. Да нет. Если сигареты будут раздавать в это или там, хотя бы даже просто продавать в этих тюрьмах и не будет никакой валюты в виде сигарет. Запретят просто и все, скажем, плохо. Да нет. Ну просто будут продавать или раздавать. Ну всегда надо представлять себе, что вот этот самый агент, мы, то есть субъект экономической деятельности, между собой нас вот собралось, сколько раз, два, три, семь человек. Семь человек собралось, можем между собой отделиться, мы на самом деле обмениваемся услугами и товарами, настоящими, путем опоследования наших сделок определенного рода агентами. Ну это понятно. Эти агенты могут быть совершенно произвольными. Ну могут ведь, могут быть, то есть ускорблены. Ну агенты... У новых агентов есть доверие со стороны всех, а у других, у меня, например, твои паркрат деньги, для меня это ничего. А будет. Ну как будет? Ну как ты меня убедишь? Я скажу, что твои деньги... Ты хорошо, ты не пользуешься, вот элитонские деньги они не пользуются. Ну слушай, опять вот разница. Игру локально, будет пользоваться. Попальные не станут. Условно говоря, государство, допустим, там, оно как-то смотрит, следит за курсом своей валюты. То есть оно как-то там не дает слишком упасть, слишком там, взлететь. А кто будет смотреть за этим? То есть действительно нет никакого доверия и нет. Ну так ты и не доверяй, ты и не доверяй. Кто будет смотреть? Стихи играют в игре, стихи. Нет, подождите. Вот представьте, если все начнут в Варкрафт играть и предлагать свои персонажи, он же обесценится. А труд потрачет, как бы да, и деньги перестанут вообще иметь в этой варкрафтской деньги. Нет, это же идет не о том, что люди пытаются продать варкрафтскому персонажу 2000 баксов, а тем, что у тебя внутри игры работают самостоятельные деньги. Самостоятельные. Я же говорю, локально. Что ты там сидел в этом варкрафте и копал землю. Вы поняли, что за глобальными деньгами они не станут. Почему не станут? Локальными станут. Много локальных разных денег. Да, нет, вот и будет. Одни локальные, другие локальные, третьи локальные. Смотрите, а в чем здесь? А глобальными они не будут? А фокус? Дайте дослушать. А фокус-то в чем он состоит? Потому что очень часто мы видим, что у нас экономическое развитие зависит от того, что вот этого агента между нашими семьями, его просто нет, его не хватает. В таком, говорил я уже многократно, основа кризиса 90-х годов с сокращением экономики в России. Почему? Потому что не хватало денег, и народ не мог друг другу что-либо продать. У нас же мне нужно было меняться путем абартера. Поизвестники легендарны наши взаимозачеты. Люди-бартеры. Ты теперь, вместо того, чтобы пользоваться абартером, у нас сейчас денег не хватает в стране, по сути. С того, чтобы пользоваться абартером, у тебя появляется некий дополнительный агент, как в самой Пермской деревне. Но этот дополнительный агент, он у тебя удобен, квалифицирован и доверие, потому что это же варкрафские деньги, а не деньги банка. Ясно? Какие доверия? Ясно, что к нему доверия будет гораздо больше. Мне больше и поражает. Ну, человек заявляет какие-то вещи странные, как бы. Твои варкрафские деньги доверие вызывает только у тебя, который, может быть, играет в эту игру. Да неважно. А у других, для них это ничто. Да даже в этой игры не существует. Не важно, что у тебя выступит как детство. Для даже игры такой не существует. А деньги у тебя будут. Ну, нет. Для того, чтобы они были, я должен признать их. Вот и признаешь, куда ты будешь. А когда ты будешь ходить, здесь принимаются варкрафские деньги, здесь принимаются, здесь им зарплаты выдаются. Ну, если только это означает, что они будут везде признаться. Такого же не случается. Локально они где-то там признаются. Моя гипотеза, она состоит в том, что именно у нас экономика так и будет устроена. Очень скоро, может лет через десять, через пятнадцать. Окажется, что ты будешь ходить со своим основным обходом и сотовым телефоном. И за самые суши, за автомобили и чем-то еще, ты будешь раскрапливаться букетом из игровых валют. Вот таких агентов. Из семи или десяти. И тогда у тебя принципиальная проблема нашей, например, российской экономики и вообще мировой экономики, потому что у тебя существует нехватка денег. То есть нехватка последующего агента. Она будет решена раз и навсегда. И это вызовет еще достаточно существенный экономический рост. Игорь, ну их подомнут эти, понимаешь? А это уже другое. Они будут, конечно, с ними бороться. Они будут с ними бороться. С ними будут все бороться. Почему, во-первых, они будут с ними бороться? Ну, во-первых, представьте себе, что у нас возникает некий сегмент России экономики, который работает на каких-нибудь инфаркартовских деньгах. На внутренних, компьютерных. Как вы с ним будете налоги брать? Как вы будете снять инфаркционные платежи? Во-первых, сейчас деньги все, на самом деле, тоже почти компьютерные. Наличные валюты там, я не знаю, сколько составляют. Мизер составляет от всех денег, которые курсируют. Не, конечно, не об этом. Булат. Это те же самые игровые деньги, если ты хочешь. Нет, они не те же самые. Булат. Они привязаны. Яндекс деньги — это сервер. Причем есть яндекс деньги. Причем есть яндекс деньги. Причем есть яндекс деньги. ПРС рисует 100 миллиардов, и все, они появились. Просто ты фуку набил. Ты же не все равно веришь. Ты им доверяешь. ПРС рисует. Но не язвы. Система доверия. У тебя что же... Да, я сформировала система доверия, что ты банкирово-сбойником, то есть там Моргану, Дипоне и Данишеву, потомкам Данишеву, очень сильно отверяешься. Ты же не доверяешься. Ты же не доверяешься. Однишние данные были и три зировые войны. Суть-то понять. Суть-то ведь состоит в том, что мы все равно будем обменивать, условно говоря, если на интимную переходить основу, время человеческое на человеческое время поменять. Не важно, что выступит, а во следующем элементе. Но это не важно, получается? В принципе, не важно. Изначально они были важны. Игровые, и другие деньги. Смотри, а? Человеческое время на человеческое время меняют. Важно. Это знаешь, почему важно? Потому что иногда ты человеческое время поменять не можешь. Потому что у тебя, по сравнению, чего агента нет. Как в 90-х годах было. Нет агента, и все. Не можешь ты продать этот уголь, блин. Вот там рядом людям нужны, а денег нет. Как в этой Пермской деревне. Денег-то нет. Тогда возникает бартер, обычно. Ничего. Да, бартер. Давай, мы тебе из магазина десятки их отпустим. Ты нам на этом есть. Чего ты голосишь что-то? У тебя получается дата. Так кто это здесь голосит? У тебя это получается... В моей квартире. Нет, у тебя получается так, что основа экономики это деньги. Давай вообще не стали все делать. Заводы все остановим. Будем только игровые деньги. Сидеть их и печатать. Это я так не говорил. Нет, у тебя все деньги... Я так не говорил. Деньги это вообще ничто. Это способ... Это неправда. Подожди. Деньги это способ согласования системы. Способ согласования обмена. Обмен может быть натуральным. Обмен может быть дата бартером и так далее. Он может иметь разную форму. А деньги это просто одна из форм наиболее совершенной всего удобства. Обмена и все. А ты из денег фетиш делаешь. А от денег все зависит. От денег зависит очень много. Да нет, это просто удобство зависит. Не только. Неудобство. Если у тебя нету экономики, то тебе Ваня, который хочет купить 50 криц и прописчинить за это крыльцо, никогда этого не сделает. Для этого нужно, чтобы были люди, которые будут готовы. Ну а как натуральные хозяйства потом? Не натуральные. Как потом бартеры существовали? Не всегда это. Вся экономика всегда существует. 75% умышленного производства потеряли. Да причем не все это-то? Не из-за этого мы потеряли промышленность. Я имею в виду, что в древние времена существовал бартер. Нормальные люди жизни. Бесятки. У тебя все богатство современной цивилизации, оно равно деньгах. Вот деньги напечатали, стали люди богатыми. А до этого деньги не печатали, люди богатыми не пишут. У тебя так лучше. Не совсем так. Ты же не можешь без контроля сделать. Но ситуация, когда у тебя не хватает денег в обращении, то есть этого М2, она распространенная. Но опора на игровые деньги это просто сверху. Просто так, просто. Денег не хватает не просто так. Никакой мысли. Не задавили, не задушили. Никакой мысли. Так мы то, что ты не задушили, наши ваканские деньги тоже не задушат. Наши песни за души не убьешь. Нет, Игорь. Это же в законодательство даже записано, что альтернативное это. Что является альтернативное средство обмена на территорию Российской Федерации, да? Записано такое, да? Вон недавно там, полгода назад где-то, ну прикрыли вот такой левый банк. То есть и ворюги, там бандиты, и игровые эти. Они вот какой-то подставной банк. То есть нелегальная банковская деятельность. Вот такое есть понятие. Нет, я же не о том. Такая это в принципе. Я же говорю не о том совершенно. А бандитская деятельность была действительно, наверное, нелегальна. Так ты вот предлагаешь как бы банк с вывеской Варкрафт и цифровую валюту. Что я предлагаю? В настоящий момент навязан один конкретно взятый эмиссионный центр на территории РФ, да? Один эмиссионный центр. А ты, наша свобода в чем у нас заключается? То, что ты сможешь очень легко и просто выбирать между десятками, двумя десятками эмиссионных центров и десятками других как агентов. Что выступать в качестве посредника между торговлей нет. Никто этому не мешает. Ради Бога, пожалуйста. Ты можешь сам имитировать. Другое дело, тут твои деньги. Ты можешь сейчас раму напечатать кучу, свои бумаги и предложить ее людям. Только деньги. Вот вы-то нет. У людей это получилось. Подожди, а что такое векселя потом? Вот взять твою квартиру, сумму этих выпустить векселей, разбить ее на какие-то доли маленькие и прочее. И раздавать людям. Ты опять говоришь о том, что у тебя за твоим векселем должна стоять какая-то конкретная стоимость. Я просто объясняю тебе. Помешать тебе в эти миссионные центры я правильно говорю? Помешать тебе в эти миссионные центры? Да, время стоит. За ними время стоит самое, что есть настоящее. Это правильно? Они чистые, поэтому чистая конденсация времени. Я говорю, не делай не в эмиссионных центрах. Голковский Дмитрий, известный наш блогер, десятку входящих индивидуалов в стране. Они сейчас решили в исаде, купили какую-то штуку, выиграл у кого-то гравт и собираются какую-то игру создавать. Откуда столько денег и что-либо еще. А я почти уверен, что они собираются создавать первый образец подобного рода действующего. В этой игре у них, безусловно, будут собственные деньги. И они попытаются их распространить во весь мир. И быть миссионным центром по нему. И чем это отличается от МММ, которые тоже умные ребята взяли и напечатали бумажки и за деньги не поменили? Они игру глупую придумали. Ну, правильно. Они глупую придумали игру. Умные интеллектуалы, которые в десятку входят, они придумали бы эту умную игру. Ребята, почему? Ты прям поймите, что МММ-овские деньги, их проблема в чем она состояла? В том, что они деньгами не являлись. Они просто... Почему? Какие-то голые заявления, почему они не являлись? Почему они деньгами-то являлись? Они у тебя были всего лишь... Если они обидеваются на деньги. На деньги обидеваются на чего? Алиселяра... Артонушка, сольцинская. ...обидевается на денежку. Они в них обидеваются на малуридики. Еще не идти еще раз объясню. Не деньги. Это обязательство, что тебе завтра заплатят на 20%, месяца на 20% больше. Это не деньги. Вся проблема в том, что независимые эмиссионные центры подрывают трудительность государства. Да, конечно. Потому что нафиг нужна государство, если оно... Если бы и так не было договориться. Это параллельные кровяные системы. У нас там все окрасывать не могут. Да, не могут. Вот поэтому они будут уничтожаться. Будут уничтожаться, я согласен. Будет борьба. В принципе идея хорошая. Сейчас, более того, законно сегодня-завтра будут принимать. Ограничить отпуск. Отпускную сумму за наличку. То есть сегодня ты еще можешь, скажем, велосипед пойти за наличку. 2 тысячи он стоит купить. Завтра будет закон. 1999. А 2 тысячи ты уже должен обязательно через банк. Без налога. То есть контролируют каждую... Нет, идея хорошая, в принципе. Ну нет, для семьи. Будет различные эмиссионные цели. Красные деньги. Хочешь деньги, хочешь тех. И будешь независим от государства. Другого претендента на такую волю просто не знаю. Только компьютерные игры. Купил ваканские деньги, здесь за рубли. Приехал в Штаты. Эти ваканские деньги я применял на доллары. Потому что они виртуальны. Виртуальность? Виртуальность, да. Никаких тебе налогов... Сразу же понятно, кто чем занимается. Кто-то. Просто для меня такой вещи просто не существует. Понимаешь, это как бы... Просто я, конечно, знаю, что это... Недавно буквально электронные деньги в Штаты за две недели поднялись порядка 200%. Стоимость электронных денег поднялась порядка 200%. Да вот, ты прав. Знаешь, как будет весело, когда у тебя... Электронных денег. Ну каких-то денег, каких-то? Электронных денег. Электронных. Которые вот... Какие-то какие-то собственные деньги. Просто поднялась котировка. Да, да, да. Это будет очень весело. Когда у тебя... Эээ... Будет... Иметь вхождение... Семь или восемь игровых денег. Курс, который будет активно колебаться друг вокруг друга. Никто же не гарантирует, что они доллары будут сразу же меняться. Это будет вот такое. Во! Вот веселая жизнь будет. Да. Мне самое интересное, а как ты будешь с злоупотреблениями тех людей, которые к игре доступны? Например, хозяин игры. А сделают это... Миллиард-миллиард... А там, нет, триллион себе сделаю, типа, и меняем. Ну и все, ну и сразу система исчезнет. Система исчезнет, и все, и кранты. Правильно. И нету игры. Ну это означает, как я буду доверять твоим деньгам, если власть находится у человека, который принадлежит этой игре, а он сумасшедший. Ну как я буду доверять тебе деньгам? Подождите. Вот у нас крупнейший эмиссионный центр мира. Япония, моя любимая. Она сказала, что за полтора года увеличить денежные средства у себя в обороте два раза. То есть они печатают в рекламенте сейчас 80 миллиардов количества. Япония, а Америка не печатает, что ли? Ну я и Америка печатаю. Ну а что так? Они быстрее. Ты сильно им теряешься, ребята. Я не знаю. Доллары для меня это не валюта, это резаная бумага. Точно так же как и евро и прочее всего. Ты можешь разобрать, а тебя никто не облапошит. А вот нас, какие-нибудь эти чуваки с лократскими деньгами еще не обязательно поставят в лужу. А то вы приходите, с оттуда телефона этими лократскими деньгами. Сейчас как бы я узнал, вот такая опция об этом. В айфоне меня познакомили. Как это называется? Check-in, по-моему, они называются. Что такое есть? Да. Да. Ты приходишь, ты идешь по городу, тебе андроид, айфон показывает, где у тебя есть кафе с check-in. Ты с ним приходишь, нажимаешь и показываешь. Check-in. И тебе тут же приносят подарок. Достаточно большой, мне рассказывали. Ну их конечно разводят, потому что они еще что-то там потом съедят. Но вот такая вот услуга есть. Есть другие деньги. Например, есть, знаете, миллиард аэрофлота. Вот если подрифтовать и пустить свободное обречение, чем не деньги тебе? Ты же можешь копить миллиарда аэрофлота, продавать эти миллиарда аэрофлота и так далее. Тебе даже не потребуется летать в аэрофлоту. Да, все это было бы хорошо, если бы это контролировалось каким-то органам, которым можно было бы доверять. А поскольку это просто в частных руках, то эти частные руки, как у нас, как известно, могут себе сделать денег сколько, сколько им надо. Так же как ФРС печатают, так же как и европейские центровные печатают. Они не могут себе сделать только угодно денег, потому что их деньги, если они сделают те миллиарды этих денег, то они просто... Да. Ну тебе не бедене Америка это делает. Тебе не Америка этим специально занимается. Берет и печатает. А ну что там? Сейчас уже... В Америке есть военная сила. Да не важно. У человека, который играет в банках нет ничего. Да. Но есть только уверенность, что ты будешь пользоваться такими. Тебе силы вот этой, которая... Ты игру создал, денег заработал, кинул, создал новую игру, кинул, создал новую игру. Нет. Ты убедишься, что у тебя будут такие издержки по выведению твоих денег в качестве универсальной валюты в весь мир, что тебе не будет в МИД. А зачем тебе? Зачем тебе это издержки? Тебе не нужно... Да нет. Ты можешь точно даже как Америка поступать, потихонечку печатать для себя. Да. Построить себе. Вот, вот, вот. Ты будешь потихонечку себе печатать для себя. Ну, это опять же не будет где-то получается так, что будет... Ну, это своего рода коррупция. Не коррупция. Это просто... Всегда человек, который... Имитирует деньги. Имитирует деньги. Он неплохо живет. Нет. Дело неплохо живет. Он имеет власть. Имеет. Ну, вот в этом состоит суть. Но ты сейчас между... Ты сейчас не выбираешь, кто тебя имеет. А так ты будешь выбирать. Еще раз говорю, что... Между семьей, вашим Варкрафтом, там, там, еще что-то. Это неправильно. Деньги – это не последняя цель. Деньги – это средства. Если это средства, быстро заработав деньги, перекладывать их, условно говоря, деньги в одном месте заработал, в другом месте потратил на товары, то тогда это проходящие средства. Тебя никак не могут иметь. Если ты будешь постоянно покупать квартиры, машины, дачи, там, вещи, которые тебе нужно, тебе будет все равно, кто имитирует их. Да. Да. Я тебе про это говорю, что все равно... Что твоя цель... А если цель... Туристическая поездка... А если цель тебе идет о накоплении, тогда это не все равно. Тогда ты задумаешься, чем делаться. Газон Шоном был по этому поводу, а он нам говорил, что единственный законный способ сбережения – это акции и участие в капитале долгих фирм. Ты покупаешь сейчас из них собственность? И ты... Но это сейчас тоже не так. Сейчас это тоже не так. Потому что есть бонусы у этих куб-менеджеров, и они себе сколько надо, столько и напишут. Это означает, что... А что такое бонус? Это просто затраты для фирмы. Фактически эти акции тоже уже ничего не стоят. Фактически. Фактически. Ну, это так же говорил Газон. Мы же можем ему не верить или не верить. Мы не можем контролировать теперь вот это высшее руководство, которое сидит... Ну мы сейчас не можем. Да, национальные компания. А так ты представляешь себе вот это мерзкое американский миссионный центр, омерзительный японский миссионный центр, отвратительный европейский центр. Они хорошие, белые, пушистые, вавкратовские деньги. Где же не хорошие белые и пушистые? Вавкратовские деньги? Если я у тебя их взял сегодня, а завтра они обесценились, то почему же они хорошие и пушистые-то? Будешь тратить быстрее. А они не обесценились. Ну а как? Я же сейчас объясняю. Это как МММ. Наверное, МММ на них. А в крайнем случае ты же... Взяли, а они обесценились. Медведеву-червяка на город в Одноклассниках. Ну вот. То есть такая же история. Правильная политика была бы такая. Это надо было бы создать. Это, правда, существует уже, но работает неправильно. Всемирный бан и все государства мира контролируют его имести. Только так можно было бы сделать. Не в частных руках они находятся. Они находятся в таких руках, как глобальных. Ну типа там ООН. Ну это понятно, что от каждого человека он был счастнейший человек. Неважно. Дело не в том, что он был счастнейший. Ты опять смеешься? Не по делу. Суть-то не в этом состоит. Суть-то не в том, что контролируете миссию этих денег. Ты опять говоришь о монополизме. А я всегда говорю. Я не говорю о монополизме. Я говорю о способе. Каким образом можно доверять некоторые полютики. Я согласен. И надо создать единый торрент-трекер, который будет доверенные лица с каждой стороны контролировать. И на него только выгружать возможные песни и композиции. И один торрент-трекер на месте. Я вообще не вижу. Вы, например, до сих пор не понимаете. В чем аналогия торрент-трекера и игры? В свободе. В чем в свободе? В свободе. Потому что не ты борешься за бумажную... А доллар, как бы, в что там? В свободе нет, что ли? В рубле тоже? Есть свободы, что ли? Взял, отдал, получил. А обратно получил. Для тебя единственным средством платежа в России является рубль. Правильно. Так же с рублем. Я не вижу никакой свободы. А так у тебя будет средством платежа еще десяток валют. Ты пришел в свою сотую телефон? Ты можешь австралийский доллар купить там. И да. Я сушеный пойду в средний магазин и мне его примут за сушеный доллар. Зачем? Для этого есть разумная система. Пошел этот обменный пункт, поменял и на ту валюту, которая ходит в стороне и обменял. В чем проблема? Для тебя это какие-то трудности и... А я хочу сказать не больше, что ты не будешь... Не, мне знаешь... А теперь я проблему расскажу. Ты приходишь со своими этими дурацкими деньгами, да? И курс... И курс... И курс... Там сидит куча дураков. Которые говорят, а у нас этих дурацких денег мало платят. Ну вот это способ, как бы, да, общения. Ну ладно, хорошо. Да, все поражает. Как ты будешь понимать, на самом деле, по нормальной цене ты покупаешь кофе или по ней? Или нет? В одном месте, допустим, курс там три тысячи за чашку кофе, а в другом там пятьсот. А в третьем один. Как понять? Как вот тут рисется курс единый. А когда ты приходишь, как бы, с рублями, ты... Из-за того, что ты по каждый день это... Обмениваешься рублями, да? Одна валюта у тебя. И ты, как бы, со временем понимаешь, примерно, сколько должно что стоить. У тебя, как бы, раскладывается впечатление вообще. Благодаря многому посещению многих кафе ты понимаешь, что чашку кофе, там, должна стоить, там, 30 рублей нормально, там, там, 70 рублей, так, туда-сюда еще раз. 200 рублей это дорого. Ты это понимаешь. А так у тебя будет... Почему? Тридцать, подожди. Тридцать каких-то игровых денег. И ты должен по каждой игровой деньги, как идиот сидеть, думать курс, какой должен быть курс. И высчитывать там, сколько вам там, на самом деле, дорого это или не дорого. Ты готов заплатить тридцать варкацевских денег или не готов? Да, дело не в этом. Еще раз говорю. Дело не в этом. Дело в том, что когда... Если ты не готов тридцать заплатить, ты заплатишь не перешло. Если одна валюта есть, ты тогда более-менее соизмеряешь все вещи на этот один эквивалент. И ты понимаешь, что... А тебе никто никакой пошел. А если у тебя тридцать эквивалентов, то ты тогда... Даже будет пять или... Я такой программурую. Повторяю, что... И в этот час, и в этот час тоже людей... Это локально, локально. Ты же говоришь про глобальные деньги? Про глобальные, они будут глобальными. Нет, но они будут глобальные, и тридцать таких валют будут глобальными? Да, тридцать валют будет глобальными. Одна из глобальных денег, стоимость гамбургера. Стоимость этого самого гамбургера. Он же везде стоит одинаково. Индекс Бигмага, да? Да, или Бигмаг этот самый. Индекс Бигмага, да. А, Макдональдс. Нет, это индекс. Индекс. Какая цифра? Он везде одинаковый, соответственно, стоит... Да. Ты просто пытаешься на сколько перед ценами цинамент за валюту. Да, да. Мы на Украине обращаем внимание, да? По крайней мере, я, может быть, единственный противник, который ходит в Макдональдс, тоже здесь. Что у них гамбургеры при счете потом на деньги, того же, чем у нас. Да, это некорректно. То есть у нас нет от Семенова. Гамбургеры один и тот же. Да. Гамбургеры кривой, нет. Что их кривая? Стандарт. Специально проводили обследование по всем этим странам. Разное мясо, разные традиции. Ну, в общем, кривой. Количество граммов. Это даже не индекс, это просто реклама этого Макдональдса. Не более того. Идея-то хорошая. Да идея, в принципе, да. Если бы этот Макдональдс можно было по кусочкам еще как-то менять, и через сотовую телефон обладить. Это все равно, что и индекс Пинджаба. Идея Тимугорска. Это кажущаяся простота, на самом деле, хуже воровства. Потому что буквально недавно, вчера как бы, да, я в интернете по карточке что-то заплатил, да, и с меня... Если приживет. Точнее, это было месяц назад, да. А с меня вот не вчера без акцента сняли сумму второй раз. Вот. Банка сидит. Так же, а твои деньги игровые я вообще не знаю, как контролировать. Как контролировать. Как они будут сниматься и так далее. Это все равно процент. Все. Ты пойми, что если... Те деньги будут не устраивать большое количество потребителей, то люди не будут им повзываться. Сейчас же... Есть же альтернативы. Всякие. Балбалы различные. Всякие. Они будут устраивать. Потому что идиотские... Но они гораздо удобнее, чем наше идиотское государство. Удобнее с ними работать. Еще раз говорю. Наши идиотские государства, наши рубли, как плохие, потому что они жестко закреплены в доллар. Я как бы тревог не могу этого уйти от любви. Еще раз говорю. Наши рубли те плохи, что они... Что у нас нет иместеза своего, рублевого. Что рубль жестко привязан просто в доллар. Доллар. После моего любимого анахизма просто. У нас нет.